Добрый день, дорогие друзья! С вами «Безумно интересно» и я, Карина Май. И сегодня у меня в гостях Артем Тарасов, председатель совета директоров Института инноваций. Здравствуйте, Артем! Здравствуйте! Вы достаточно часто мелькаете на телевидении, но вот честно, и у вас очень много, кстати, организаций, всегда разные титры, я заметила. Чем занимается именно Институт инноваций, раз сейчас вы все-таки, видимо, представляете больше эту организацию? Я не смогла найти информацию, честно говоря, то есть в основном это ваше интервью, но сайта нет. Сайт у меня есть artem-tarasov.ru, куда мне пишут огромное количество всевозможных инновационных предложений. Это такое место, где все это собирается. Потом я встречаюсь с авторскими коллективами, и мы договариваемся вместе работать. То есть они меня просят помочь продвижению своих работ. И как такового института инноваций, вот такого здания, где бы там сидели люди, чего-то писали, творили, этого нет. Есть вот такой бренд, который был создан, по-моему, в 2008 году. И дальше это огромное количество коллективов, которым я помогаю. Найти деньги, не умереть с голоду иногда. Иногда просто отрекламировать свою продукцию. Съездить в Китай, там договориться. Съездить. Ну, раньше ездил в Америку, договаривался во Франции. Сейчас это у нас табу. Тогда я езжу сейчас, ну, как-то да. Сейчас я езжу в Арабские Эмираты к своему другу шейху, например. Там договариваюсь. Вот эти коллективы же могут уехать в Америку? Коллективы, к сожалению, за мою деятельность эту инновационную, огромное количество уехало. Особенно после 2004 года, по настоящее время, до миллиона ученых. Такая беда просто. Так много ученых. Вот человек бегает, целый год пытается доказать что-то Чубайсу, Сколково, пишет огромные трактаты, 500 страниц. Потом ему говорят, нет, неинтересно. Наши великие эксперты сказали, что не совсем хорошо. Ну, я по своему опыту знаю, что надо быть организацией, потому что, значит, спрашивают, а кто вы? Да, да. Когда с Чубайсом разговариваешь, они говорят, нет, Артем Михайлович, мы не инвестируем в ученых, мы не инвестируем в инноваторов. Мы инвестируем в компании. Покажите нам двухлетнюю вашу компанию. Это же полный бред. Это не классика. Знаете, почему бред? Потому что все инновации, все изобретения, вот телевидение, стакан, ваша одежда, моя, это всегда началось с человека, с одного. Не коллектив это, это не коллективное творчество. И поэтому в этих компаниях, которые могут подходить к Чубайсу, там может не быть этого человека. Понимаете? Но они оформят это так, что получат грант. То же самое, Сколково. Вот я бросил изобретать после того, как я постречался в России с пятью-шестью Ломоносовыми. Человек так восемь-девять Менделеевых. У меня несколько есть, даже два, наверное, Леонардо да Винчи. Вот уровень просто. Не коллективами, а людьми, которые чаще всего не устроены. И вот я им помогаю. Я бросил сам изобретать, понимая свою ущербность. Хотя 62 патента у меня. И теперь я занимаюсь ими. Формировать сайт, в котором указывать 54 организации разных. Это неправда. Это же не холдинг. Я долго думал, писать или не писать, сайт делать или нет. Вот они меня находят через мой сайт. После выступления по телевизору, кстати. Кулибины. А где локация их больше? Какие? В России, конечно. Нет, ну вот по регионам, если посмотреть. Нет, в основном Москва. В Москве уже столько много. А потом очень многие едут в Москву специально. Я слышала ваше упоминание про Омск, Томск. Омск, Томск, Новосибирск, безусловно, Пущино, Обнинск. Всюду есть. Есть всюду люди. Вот эти самые кулибины. Которые, как вы и говорите, которые очень нуждаются в этой жизни. Потому что все, что они умеют сделать, это новое что-то для всего человечества. Вот такая небольшая, красивая инновация, в которой нуждается мир. Дальше они ничего не могут. Я таких тоже знаю. И вот приходится, Карина, существовать вне пространства, вне времени, вне информационного поля. Но тем не менее делать большую и очень тяжелую, нудную и неблагодарную работу. То есть вот этим занимается институт инновации. Я поняла, что это институт инновации, но тем не менее, вот как задача организации. Вот я сейчас стал генеральным директором «Новиком». Национальная венчурная компания. Скоро появятся сайты, информации, что мы будем делать. А делать мы будем именно то, что сейчас совсем необходимо. Не просто этим кулибинам, а нашей стране. Мы будем выходить в эфир с новой инновационной программой еженедельно. Вот под нее сейчас создаем. Создали специальную организацию. Сайт уже есть. simex.bz. Посмотрите сайт. И поймете, что он делает. Он, кстати, делает ровно то, о чем я уже сказал. Просто неэффективно, потому что в интернете. Почему? Разве в интернете неэффективно? Гэллоп провел обследование в мае прошлого года с одним вопросом. Откуда вы черпаете информацию? Были ответы интернет, телевизор, СМИ, газеты, журналы, радио. Конечно, победил телевизор в России. С какими отрывами? Как вы думаете? Сложно представить. Это, наверное, в регионе больше. По России в среднем 90%, в Москве 93%. Телевизор. Невероятно. Тогда второй вопрос. А интернета, что ли, у вас нет? Ну как это нет? Есть у всех. Интернет — это социальные сети, это имейл. Где купить, сколько стоит. Ну и развлекуха. А телек — это информационный канал. И если мы не выйдем в телевизор, никакого краудинвестмента, краудфандинга в России просто не будет. И это как раз позволяет эту новую модель, которая все-таки мир двигается пир-ту-пир, как говорят, у человека к человеку. Вот мы реально будем выходить к человеку и говорить. Есть три капитала в России, которым оперирует наше правительство. Это бюджет страны, это банковский капитал, который вам не дадут, поскольку банки зарабатывают сами. И это олигархи, толстые олигархи, которые говорят, да не надо мне это лекарство от смерти, я и так хорошо живу. Понимаете? А я нашел четвертый капитал. Деньги, выведенные населением из банков, которые захлопываются. Как вы думаете, сколько это в рублях? Я тоже не догадывался. Я тоже не догадывался. Я встретился с... То есть под матрас? Под матрас. Тумбочки, матрасы, подушки. Я встретился с Иганом Бегяном, это наш хороший академик, Абел Гезович. Продаю его вот сейчас. Но, в принципе, он не сопротивлялся. И он говорит, Артем Михайлович, зачем вам прогнозы? Хотите точную цифру? Я говорю, подождите, как? Ну как, я же, говорит, отслеживаю, сколько наш доблестный госзнак отпечатал, купюр. Потом могу смотреть, сколько в банке отложилось. Сколько вывезли за границу, но это тоже уже обменяли на доллары. Поэтому я могу вам сказать точную цифру, сколько у населения денег. И сколько же? В рублях 7 триллионов. А, большие деньги. А на счетах еще 19. 26 триллионов рублей выведены из экономики. Ну, банки, конечно, моими деньгами в банке пользуются, секретно, не говоря мне. Но вы же, наверное, что-то покупаете. Разве это можно считать выведенным из экономики? Нет, как покупаете? Это дома лежащие деньги. Вот 7 триллионов и в тумбочках. Как только покупают, они возвращаются в экономику. И вдруг Путин, обращаясь к собранию, к этому, к Верховному Совету, как он там называется, к нашему Сенату, вдруг говорит, пора использовать деньги, накопленные населением, для того, чтобы корпоративно финансировать проекты. Для меня это было просто, ну, я это говорю 7 лет. И вдруг Путин говорит, там все, значит, говорят, ну, давайте выпустим облигации, купоны. Эти облигации заставят купить банки или олигархов. А в тумбочках-то все останется. Поэтому я хочу по-другому. Я хочу показать проект людям и сказать, мы пришли вас не обворовать. То есть вы хотите на телевидение пустить проект, которые уже были, но только с краудинвестом? Да, у которых, которые нуждаются в стартапах, которые не получили нигде, которых выгнали из банков, которые не смогли пробиться через эти самые сколковые. Но у них гениальные вещи, доведенные до ума. Ну, вот сейчас. Я хочу их показывать и людям предлагать выкупать. И что самое интересное, вот самое ошеломляющее, как в вашей передаче, то, что закон был принят в 2012 году, 335 ФЗ, инвестиционное товарищество. Вот мы с вами вместе, вот все операторы наши, решили создать инвестиционное товарищество и выкупить долю в новом стакане. Все, пожалуйста, без открытия юридического лица и без обложения налогом. Представляете? Это все можно делать. Закон вошел в силу 1 января 2012 года. А это как коммерческая или некоммерческая организация? Это коммерческая организация. Мы собрали деньги, мы вложили их в изобретение, мы получили 20% и мы ждем дивиденды. Ну, чтобы тетя Клава и дядя Петя, для которых я буду делать эту программу, да, шоу для взрослых, игра на деньги. Вот так это будет называться примерно. Я для них это буду делать. Меня не интересуют эти суперинвесторы, которые деньги не дают и фонды. А чтобы тете Клаве было комфортно, во-первых, мы даем страховой полюс от того, что от воровства и нецелевого использования покрываем полностью. Уже договорились. Это какая компания такую может предоставить? Пресса-гарантия. Да? Да. Значит, Сбербанк. Мы даем такие полюса. Дальше. Два месяца мы набираем деньги. Тете Клава, если не набрали, все деньги ваши вернутся. И потом не спешите. Зайдите на Снимекс БЗ. Запросите всю информацию. Поговорите, да. Убедились, вкладывайте свои 10 тысяч. Вернем все деньги, если не наберем определенную сумму. Мы не МММ, который говорил, дайте нам деньги, мы тут соберемся. Не ваше дело как. Будем вас поддерживать, а потом сбежим. Нет. Но что самое еще интересное. Когда мы набрали деньги, мы авторам не даем, мы идем на завод и заказываем ту самую продукцию. И самое последнее, самое красивое. Тетя Клава не хочет ждать время. У нее стикают часы, ей нужны деньги. И вот представьте ситуацию, мы набрали деньги на новый стакан. Так ее 10 тысяч уже 20 тысяч стоит. А как она их вернет? Виртуальную биржу мы сделали. Спокойно. Выбрасывает долю. Мы сами ее выкупим, потому что проект уже пошел. Понимаете? Вам достаточно прозрачность надо будет обеспечить. Абсолютная прозрачность. Недостаточная. Абсолютная. И в жюри, чтобы сидели люди, которым есть доверие. Или которые просто по статусу должны там быть. Например, директор счетной палаты Голикова должна у нас быть в жюри. А вице-премьер, поскольку мы решаем не простую задачу, а задачу поставленную номер один. Да, даже две задачи. Импортозамещение. Это на какие деньги, ребята, вы будете замещать? Вот на эти семь триллионов. А вторую задачу мы решим. Мы три даже задачи. А вторую задачу мы какую решаем? А мы решаем указание президента вернуть деньги в страну. А третья задача. А мы запускаем малый и средний бизнес, о котором говорят просто так это, знаете, сотрясая воздух. А здесь, пожалуйста, каждую неделю новый малый и средний бизнес. А потом еще сделаем, знаете чего? Сделаем еще колл-центры, в которые люди будут звонить, и мы им просто будем помогать. Без выхода уже на телевизор. Они не видят этот четвертый капитал, третий, третий, недоступный. Никакому малому бизнесу никто вас не встретит, ни в бюджет не дадут, ни в банк не пустят. Ни олигарх с вами не встретится. Ну что вы? А больше нечем. Только этим оперируют. Понимаете? И последняя задача. Вот Силуянов должен сидеть. Почему? Да потому что мы решаем проблему давления на инфляцию страны. Вот представьте, 7 триллионов сегодня в тумбочках. А завтра случится нечто. Ну не хочу прогнозировать. И люди выкинут их на рынок. И выкупят все. Всю соль, весь сахар, все спички, все мыло. Просто выкупят. Всю одежду. Вы знаете, вот, например, состояние нашей экономики? Хоть в двух словах можно? Я же экономист. Ну просто две цифры. Давайте, Артем, после небольшой рекламной паузы. Чтобы уж спокойнее. Ну уже давайте. Приготовьтесь. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С вами снова «Безумно интересно» и я, Карина Май. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Артем Тарасов, председатель совета директоров Института инноваций. Добрый день, Артем, еще раз. Еще раз добрый день. Вот продолжая то, на чем мы остановились, коротко совершенно, чтобы не было иллюзий, я скажу всего три цифры нашей экономики сегодняшней, чтобы люди поняли, чтобы они поняли, что мы в год производим брюк мужских, одну пару на 12 мужчин, одно платье на 20 женщин. Но самое красивое, самое мне нравится, одно пальто на 140 человек. Вот наша экономика, понимаете? Если завтра за этим пальто выстается, представляете, за каждым пальто 140 человек, что будут делать все остальные? Будет Советский Союз. Нет, даже хуже будет, чем Советский Союз. Будет страшная инфляция, и поэтому мы эту подушку уничтожаем, Карина. Мы ее направляем туда, куда сказал Путин. Да бог с вами, будем мы ваши эти облигации купонные вместе, с этими долями людям впихивать хрен с ним, все равно они с ними ничего не будут делать. Но вот с долями, если они дождутся, это выведет нашу страну в цивилизованную рыночную экономику. Наша проклятая вражеская Америка, которая первая экономика в мире. Знаете почему? Почему? 60 миллионов американцев имеют акции в своей компании и вкладывают деньги в экономику страны. Пусть поднимут руку ваши зрители, у которых есть акции. Сколько из 140 миллионов будет поднято рук? Я думаю, тысяч 30 или 50. Конечно, я согласен еще и с другим, что при той структуре, сегодня организованной, то, что досталось на самом деле нам, то, что все время раздрай, теребит страну. Доверия просто нет. И доверие, и она неправильная, она неработоспособна. Когда вы рассказываете о том, о каких-то новых изобретениях, звучит вот как рассказывает Жюль Верном. Я бы хотел быть современным Жюль Верном, идеи которого будут воплощены, ну, пускай через 100 лет, боже мой. Вы же собираетесь жить. У меня есть технология, я живу очень долго, я дождусь. Это популярная, конечно, тема. Вчера буквально принесли анализы, мне 65, будет 66. По крови, по цитологическому анализу 51. Можете меня поздравить. Если взять сейчас мою фотографию, пятилетнюю... Вы хотели зайти до 30 лет? Нет, до 30 лет. От 30 до 40? Невозможно, нет. Невозможно, нет. Ну, сложно очень. Это уже надругательство над организмом. Но в 50-летнем, 51-годном возрасте прожить еще 150 лет, это я поставил такую задачу и решил. Так что, Карина, вопросов нет. Как это сделано, чтобы люди понимали, что это не профанация? Я всегда, вот, кстати, выступая, пытаюсь объяснять людям, что я говорю на чем-то основанные вещи. Но все равно звучит, знаете, немножко нереалистично. Очень просто, реалистично. Мы живем с десятикратным запасом молодых клеток, которые не делятся на случай нашей какой-нибудь стресса, беды, которые включаются. Так вот, мы нашли сигнал, который дает сигнал мозгу остановить процессы, не доделить клетки до 52 раз, не старить организм, а просто отбросить программу и перезагрузиться. И начать ее снова с молодых клеток. Вот это можно делать 10 раз. Если биологический возраст человека, как говорят, 110-120 лет, по идее можно жить 1200. Ну, как в библейские времена. Ну, я думаю, что люди умели это делать. Не все, конечно, там вещи, но вот есть же достоверные сведения. Там Моисей 300 лет жил, Ной, кстати, наш жил 900 лет. Да, я хотела сказать, что до этого зажили по тысячу как раз. Да, потому что умели это включить. Мы нашли этот сигнал, мы просто даем сигнал, это никакое не лекарство. Ну, есть последствия, я не могу это рекомендовать. Ко мне жуткое количество людей идет, я никого не омолаживаю, потому что меня просто посадят. У меня же не было клинических испытаний. Но, тем не менее, автора я люблю, держу. Поэтому вы решили на себе попробовать. На себе и на всех своих друзьях. И все довольны просто, ну, те, которые приходят, уже совсем близкие люди, я им не отказываю. Понятно. Но все-таки, если вернуться к устройству мира... А вот устройство мира, это, знаете, это самое главное, ради чего я родился, Карина. Я нашел истину, как должен быть устроен мир. И она достаточно простая. И поскольку это даже не правда какая-то, а истина, то мир будет так устроен, иначе человечество не выживет. Очень просто. Весь мир, вся структура власти должна быть сосредоточена на одном человеке, на его потребностях. И оказывается, что эти потребности 300 лет не меняются. У всех людей во всем мире. Они те же самые. Их всего 9. Всего 9. И вот если выстроить структуру власти, такую, чтобы она целью своей имела реализацию, 9 насущных потребностей человека, наше общество все мировое будет процветать, никаких войн, ничего не будет. Какие это потребности? Защита. Первая потребность человека. Это обеспечивается государством. Вторая потребность. Еда. Карина, вам интересно, сколько засеяло Министерство сельского хозяйства полей, и сколько удобрений внесено, и сколько тракторов это самое подчинили? Я, конечно, так глубоко не интересуюсь. Я тоже не интересуюсь. Поэтому Министерство сельского хозяйства не нужно. Оно не решает мои потребности. Надо какое Министерство еды, чтобы там сосредоточилось все вместе, чтобы они отвечали. За конечный продукт. Конечно. Второе, это потребность народного потребления товара и сервисной услуги. Третья потребность, жилье. Вам что интересно, Министерство стройматериалов, сколько кирпича произвело, которые отчитываются, и бюджет делят на кирпич? Меня интересует жилье. Будет оно доступно, недоступно? Вот сейчас, мне сегодня слышал, перекрыли частично Тверскую, из-за того, что там обманутые валютные кредиторы. Ну, да, кому до них дело есть? Кому дело до их жилья? Кому? Потом это работа, потом это здравоохранение, образование, безусловная потребность, семья, дом, социальные услуги, и развлечение, отдых и все остальное. И всего две-три функции. Это наука, финансы, которые должны это обеспечивать. Ну, и религия, это очень важно. Религия или, если хотите, там, ну, не знаю, идеология, да? Это, знаете, что он рассказал? Кибернетическую модель выстроенную, математически просчитанную, как запустить в мире благосостояние человеческое, и как вообще все повернуть. Потому что все слова, что человек главный, мы же видим, как они расходятся с делом. Да какая мне разница, какие границы на всякий случай, если там двух-трех людей убили. Да, конечно, нужно плевать на эти границы и сделать так, чтобы там не убивали. Да какая мне разница, понимаете, как там здравоохранение наше финансируется. Вот сейчас говорят, здравоохранение у нас, там национальная программа. Какая мне разница, больниц сколько нужно построить в этом районе? Три, построили две. Надо деньги выделить на одну больницу. Все, люди будут. Правильно. Это организация мировая, на самом деле. Это везде. И к этому придут. Вот вы запомните, что я могу сделать. Я могу оставить след. Что я и делаю. Я публикую, я пишу. Я в книжку написал свою. И там есть такая глава специальная. Русляндия. Вот когда договорились о разделе Советского Союза, была спорная территория между Белоруссией, Украиной и Россией. И чтобы там в бане не было конфликта, Ельцин там предложил, давайте эту территорию оформим маленькой одной республикой. Да хрен с ней. Пускай она будет независима. Там нет газа, нефти, ничего там нет. И вот эта маленькая страна, которую назвали Русляндия, на границе вот этих трех, с валютой Рупель там ходит, она быстро догнала Австрию, перегнала ее и дошла до уровня Германии. И вот туда едет человек в этой главе, посмотреть, что там сделано. Вот там сделано именно так. Понимаете? И тогда все строится прекрасно. И вторая идея, она за этим следует, что делать с коррупцией. Опять у нас национальный план борьбы, мы сейчас всех пересажаем. То есть коррупционеры одни будут сажать коррупционеров других. Если те, простите, не откупились прямым текстом. Я предложил забыть слово коррупцию и поставить в зависимости эти отделы еды, отделы жилья, отделы здоровья, от состояния этих направлений, которыми они руководят. Все бизнесмены с удовольствием перечислят деньги. Вот тем, кто их будет поддерживать во власти, причем официальную сумму, с которой заплатят налоги, пусть они становятся миллиардерами, бюрократами. Но за что? Сегодня он становится миллионером за то, что он вам мешает бизнес организовать, за то, что он облагает вас налогами, да еще поборами. А завтра он станет миллионером, если ваш бизнес будет процветать. Запустил 10 ресторанов, имей по 5 процентов. У тебя уже 50 процентов ресторана, собственность. Дели его со своим отделом еды. Господи, да ради бога. Вы знаете, что творится будет? Будет звонить и говорит, кто-то ей мешает, пожарник? Да я сейчас позвоню. И что самое интересное, модель эта работает, знаете как? Только на уровне мэров и директоров там крупных. Когда у мэра жена занимается плиткой, знаете сколько плитки? Но колбасы нет и не будет. Я хочу, чтобы это было не привилегия начальника, а система, которая сегодня вовлечет огромный класс бюрократов, которым плохо спится, их же сажают всех бедные люди. Да, они же воруют, потому что жить он не может так, как это. Он там, смотри, какой это сволочь. Организовал производство, он что, лучше меня живет? А я начальник. Да как это? Да пусть он лучше живет, но помоги этому производству процветать. Если это сделать, это вторая истина. Я думаю, что так устроен будет мир. Будут по потребностям разложены функции власти, а люди во власти будут зависеть от результата труда. Что вы считаете, какое-то появится в ближайшем будущем из-за инновационного? Вы говорили, что машины не нужны. Да, у нас есть другие летательные аппараты на другом принципе. Даже есть, в общем, переходная модель. Я уже не говорю там, чтобы люди поверили, что может с маленькими крылышками подниматься 100 тонн в воздух и лететь 600 км в час. Это уже есть модели. Ну, конечно, не статонные. До этого пока денег нет. Но даже вот просто винт у нас один ученый, просто винт, обычный винт, он просто его модифицировал. Как велосипед изобрел, да, человек? Сколько винтами занимаются? Ну, сегодня при достижении вращения 2500 оборотов в минуту и при увеличении вращения винт, значит, его подъемная сила аппарата падает, а у него винт растет все время, и поэтому вертолета, ему не нужно будет 20-метровые лопасти, можно поставить 3 метра, и он будет летать 600 км в час и поднимать во много раз больше груза. И чем больше будет вращения, тем быстрее полетит вертолет. Вот хотя бы такая, ну, казалось бы, испытанная вещь. Вы это напишите где-нибудь на сайте? Нет, зачем? У этих людей есть свой сайт. Они ходят с этими вещами вместе со мной. Но агрегируйте это в одном месте. Агрегировать. Вот сидеть и прямо это самое, писать эти сайты. Для кого? Если сколько хотите, агрегируйте. Если этим не займется наша авиация, если этим не займется наше судостроение, то этот винт либо попадет в Америку, а потом мы будем покупать. Ну, он может попасть, да? Хотя эти люди уже вот, которые не уехали, им тяжело уже ехать. Куры у некоторых, там, жены. Им как-то язык не знают. И говорят, Артем Михайлович, ну, куда я поеду? Мне там 70 лет. Кстати, им больше всего. Большинство этих людей, им 70 и больше. Школы оставшиеся, понимаете? Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли сегодня к нам. Дорогие друзья, с вами было безумно интересно. Я Карина Май. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова